всем доброго времени суток хотим представить вам свою помощницу медогонку которую мы приобрели в этом году как раз к медосбору подсолнечникового меда медогонка экспериментальная таких в пока только две сделана она вернее усовершенствована она с медогонки радиальной по чертежам саша адамовича вообще уникальным способом работает медогонка работает от 220 и 24 вольта мы включали в походных условиях включали два соединенных аккумулятора и прекрасно работала медогонка рассказываем по режимам тут у нас пчелки немножко нам мешают там что уже сентябрь месяц они принимают активное участие режимы медогонки крупным планом видно режимов 6 с разными оборотами и временем запрограммированным также есть еще ручной режим можно выставлять любое время и любые обороты в жаркую погоду в августе когда мы откачивали подсолнуховый мед мы выставляли 170 оборотов до максимально 170 оборотов и по одной минуте каждую сторону прекрасно выкачивался мед мне нравится откачивать на втором режиме рамки выходят сухие мы сейчас продемонстрируем рамочки мы поставили распечатали у нас на дворе сентябрь эти желтые деревья сентябрь месяц вы представляете какой густой мед уже в рамках температура ночная опускалась и до 4 градусов эти рамки были отобраны как запасные да на весну или на осень полные рамки меда кормовые сейчас включим и покажем какие рамочки выходят после откачки а что еще показать значит специалистам там вот внизу двигатель и редуктор да там тоже извиняюсь я одним нет я не технарь и гуманитарий и тем более женщина утро сказывает и шутки управления на 24 и и редуктор с двигателями можно подключать такая вот красавица в смысл работы медогонки радиальная вы видите сейчас стоят рамочки радиально когда она будет работать рамочки будут поворачиваться под углом 45 градусов точно так же как расположена сота и мед будет вылетать под прямым углом по отношению к медогонке рамки не рвет даже самую горячую погоду мы ее уже объездили она нам уже помогла откачать подсолнуховый мед пробовали мы и рамки свеже отстроенные из ващины светлейшие рамки полные медом не рвала ни одну рамочку прекрасно показала себя медогонка мы ее довольны полностью ничего запускаем запускай я же буду снимать запускаем выбираем вторую программку солнышко засвечивает не видно что вторая программа видно на второй программе при оборотах 130 минуту две с половиной минуты будут крутиться в одну сторону и две с половиной в другую сторону мне этот режим нравится на нем я откачивала потому что у меня с сыном приносят рамочки я на медогонки на распечатке работаю поэтому могу и собственного опыта рассказать эта программка мне очень нравится еще пользовались ручным режимом и так вперед запускаем запускай поехали какие еще особенности этой медогонки это медогонка разгоняется быстрее чем предыдущие модели и тормозит быстрее нет долгого разгона и долгого торможения все динамично работает видите уже летают на 130 оборотов рамочки развернулись они под углом видите как красиво веером такая вот красота любуемся после ручной медогонки стоим и любуемся как работает девочка какие еще там новшества ваня расскажи что еще я думаю в комментариях под видео саша подключится и на ваши вопросы которые вы будете задавать с удовольствием ответит сейчас откачаем и посмотрим какие рамочки там будут я имею ввиду насколько хорошо они будут откачаны да я уже сказала мёд густой пчеловоды понимают сентябрь месяц мед в сотах уже в рамках густой густющий сколько нас осталось в эту сторону челки надыбали щелочку медом пахнет и все сразу тут если вам слышно медауночка работает тихо пробуем выставлять конечно стараемся равномерно распределять рамочки по весу ну бывало и в разнобой с ним ставили абсолютно устойчиво работает медауночка видите стоит как копаная хотя рамочка полномерная и так интересный момент медауночка останавливается видите насколько быстро раз динамичная открой крышечку динамичный разгон и и торможение тоже недолгое и поехала медогонка в обратную сторону видите какой быстрый разгон не знаю видно ли как мед прибывает наверное не видно медомонка видите рабочая вся вон там воски в меде отработала пол сезона сейчас будем внимать рамочки расскажем покажем как как она устроена внутри для нас электрическая медогонка первая у нас в хозяйстве до этого у нас была ручная из четырех рамочная переделана умельцами мастерами нашими кременчудскими в 16 рамочную радиальную предыдущих видео наших наверное видели ее она нам отслужила прекрасно да и сейчас стоит у нас пока отдыхает на всякий случай мы там медогоночка современная пришла и на смену мы там медогонка мы фильмы Датчик открытия аварийного мы отключили во время работы. У нас маленьких детей нет. Он отключен уже. А, отключен уже, да. Здесь, если во время работы случайно кто-то откроет, медогонка останавливается. И вот тоже кнопка заверена. Ну да, это кнопка тут же аварийного отключения. Заканчивает уже режим медогоночки наша. Сейчас посмотрим, какие рамочки выйдут. Хочешь аварийно показать? Не надо. Ароматы, конечно, не передает камера. Пахнет. Ну что, смотрим результат. Сухая рамочка. Рамочки. Вот. Рамка. Я надеюсь, видно. Мед вылетел. Вылетел. Рамка сухая. Рамка сухая. Даже не нужно дополнительно еще откачивать. Я, если честно, думала, может, еще придется показать вам в ручном режиме. Ну, придется вам поверить на слово. В ручном режиме пробовали мы на 170 оборотов, да? Да. Летом. За одну минуту в каждую сторону. Просто сухая-присухая рамка. Вылетает без повреждения. В общем, мы этой медогоночкой довольны. Рекомендуем. Вот так красиво складываются рамочки. Веером. И работает медогоночка. Рекомендуем. И вот здесь кран для слива меда. Все как обычно. Недомон, как современный, да и предыдущего образца. Рекомендуем. Рекомендуем. Сейчас медогоночка остановится и будет работать в обратную сторону. Ну, видно все. Открывай крышку, так будет видней. Останавливается медогоночка. Видите, как быстро разгоняется, так и динамично останавливается. И поехала в обратную сторону. Хорошо. Ну liquidан. И вот здесь, в общем, вот здесь небольшая техника. Ну вот. И вот это. Да. Да. Ну вот. конечно с ее помощью отлично качать мед производительность ну полтонны в день ну просто элементарно лишь бы было кому подносить и распечатывать работали мы в походных условиях соединяя два аккумулятора чтобы на выходе было 24 вольта ну вот целый день отработали еще и к одному из аккумуляторов подсоединяли ножгу слия и потом вечером поставили аккумуляторы в машины, завелись и поехали она еще и экономичная по потреблению энергии, ну это по нашим наблюдениям останавливается видите, между рамочками установлены пластины которые по которым мед стекает вот рамка была полная видите, распечатанная полностью она сухая хорошо работаем и догонки задовольны все опять с плюсом очень нравится догоночка будем ей работать и дальше рады, что приобрели ее и вам рекомендуем спасибо за просмотр! Продолжение следует...